Приветствую вас. На самом деле проблема заключается в том, что вы свой вопрос задаете так, как будто проблема с армией является вашей собственной проблемой, а не проблемой вашего сына. Как вашей собственной проблемой является по вашему описанию его шрамики, как вы говорите. То есть если у мужчины, я повторю, у мужчины, если у мужчины есть шрамики, то эта проблема исключительно только его. Это не ваша проблема, а проблема его. И то, что происходит сейчас с вашим сыном, связано вероятно именно с тем, что вы вместе с ним проблемы такого рода решаете. То есть ваш сын не самостоятельный. И скорее всего в комиссии это почувствовано. Понимаете? То есть если бы к ним пришел мужчина в хорошей физической форме, один, без мамы и сам бы все вопросы решал, то скорее всего все бы там было хорошо. Ну а так, просто люди поняли, попались люди такие вот, понимающие люди попались. Люди поняли, что ваш сын просто не справится, потому что он не самостоятель. И его действительно будут унижать. Если бы он был самостоятельным, если бы он был самостоятельным, он бы справился с этим унижением достаточно легко. Сам. А так он с этим не справится. Вот. Поэтому проблема здесь, на мой взгляд, заключается именно в этом. И именно в этом направлении вам я рекомендую двигаться. Вот. То есть как бы дайте вашему сыну больше самостоятельности. И возможно через год уже он придет, ну как бы он придет в военкомат, если он так хочет служить. И соответственно ему его примут. Вот. Вот. Но его не будут принимать, или по крайней мере ему будет очень тяжело служить. До тех пор, пока вы будете вот брать на себя его проблемы. Вот. Это очень тревожная история, на мой взгляд, которая, ну вот, ставит под сомнение, на мой взгляд, практически всю его дальнейшую жизнь. Не только службу в армию, вот. Не только абсолютно службу в армию, но и его карьерный рост, его личную жизнь, вот. И его, так скажем, общую успешность. Ну вот, глобально, глобально, общую успешность на, ну как бы, на уровне, вот, как бы, жизни. Ну вот. Понимаете? Какая, какая, какая штука. Вот. Вот, соответственно, то, что я хочу вам сказать. То есть я, вот, как бы, отдаю себе отсчёт в том, что, эээ, ну, вы свой вопрос, эээ, могли, эээ, задавать не психологам. Вот. И отдаю себе, эээ, в этом отсчёт, что вы вопрос свой могли задавать, эээ, именно, ээээ, ну куда-то в другое место. Но поскольку вы обратились именно к, эээ, к психологам, то, соответственно, вот, так вам, так вам можно ответить. Эээ, я надеюсь, что это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Эээ, я желаю вам, ээээ, всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо.